Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Сегодня в нашей студии мы принимаем президента Республики Молдова, Игоря Дадона. Накануне в нашем эфире, а также в интернет-пространстве, мы объявили о возможности задать свой вопрос президенту страны. Нам поступили десятки видеообращений и сотни вопросов на самые разные темы, на русском и молдавском языках. В этом диалоге со зрителями главы государства будем помогать мы, журналисты телеканала АКЧЕН-ТВ, Станислав Ижга и моя коллега Анна Герман. Доброе утро! 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 А с пробным, чтобы посмотреть на осень, и я хочу просто сказать и зрителям, что на осень мы запланируем прямой эфир в течение трех-четырех, я могу и пять часов отвечать на вопросы. Прямые вопросы и сделаем прямые включения по территории. Но сегодня давайте попробуем, посмотрим, что получается. Игорь Николаевич, наибольшее количество поступивших вопросов касается темы изменения избирательной системы. Сегодня, как оказалось, это волнует не только политиков, но и простых граждан нашей страны. Наши зрители отмечают, что на прошлой неделе Венецианская комиссия высказала свое слово относительно проекта по изменению избирательной системы. В прессе достаточно много инсинуаций на эту тему. Это я цитирую послание, которое опубликовано у нас на сайте. Что вы думаете по поводу вердикта Венецианской комиссии? Какие рекомендации будут приняты, сведения, внесены в окончательный вариант проекта, если он такого планируется? Во-первых, я хочу, чтобы телезрители понимали, потому что очень много было последних месяцев дискуссий и разговоров. Какая есть система? Одномандатная, смешанная, партийная. Для того, чтобы объяснить телезрителям, что мы предложили, что предложил президент Республики Молдова. Мы предложили, чтобы половина депутатов избирались по партийным спискам, а половина депутатов избирали напрямую граждане своим прямым голосованием. Я эту идею предложил еще в 2011 году, оно легло на основе, в основании программы партии социалистов в 2014 году. И мы последовательно, как мы обещали нашим избирателям, мы хотим эту систему внедрить в Республику Молдова. Оно действует в очень многих странах. Я был буквально несколько недель назад в Венгрии, там с 1992-1992 года действует именно такая система. Половина по партийным спискам, половина прямым голосованием. Что это дает простым гражданам? Простые граждане смогут от своего района избрать депутата, который должен отчитаться перед жителями народа района, и непосредственно проводить работу в парламенте в интересах конкретного района. Это не первый опыт в Республике Молдова. У нас был такой опыт еще в начале 90-х. Все об этом помнят. Большинство опросов показывает, что граждане Молдовы хотели бы избрать напрямую президента. Это показали и выборы. Говорят, что даже прокуроры хотят напрямую. Но точно депутатов люди хотят избрать напрямую. Почему столько разговоров насчет этой системы? Кстати, большинство партий в течение последних 7-8 лет, 9 лет, когда шли на выборы, все говорили о том, что нужно переходить на эту систему. Сейчас мы видим, что очень много из партий, которые не имеют шанса пройти в парламент, ее критикуют. Мы видели позицию некоторых зарубежных экспертов. На прошлой неделе был отзыв и рекомендация Венецианской комиссии. Здесь принципиальный момент. Мы можем принять любые рекомендации, которые носят юридический, технический характер. Но мы категорически не должны позволять вмешиваться во внутреннюю политику. То есть говорить о том, что делать или не делать, это решение суверенного государства Республики Молдово. Я хочу напомнить, что европейцы очень часто нам некоторые вещи советуют, которые нам не всегда нравились. Несколько лет назад они советовали, чтобы мы здесь сексуальные меньшинства регистрировали. И я был категорически против. И в парламенте голосовали на грани 51, 52, 53 депутата, если не ошибаюсь, от этого альянса. То есть не было консенс-политика, как они сейчас говорят. Но вопрос более даже, более для нас тяжелый и более опасный, если мы говорим о некоторых стандартах, которые применяются в Европейском Союзе. Венецианская комиссия дала определенные предложения. Мы сейчас изучаем все эти предложения. Конечно, очень многие из них нам подходят. Я уже детально посмотрел. Есть четыре принципиальных момента, что касается избирательной системы. То есть я уверен, что мои коллеги из партии социалистов, я не говорю бывшие, мои коллеги из партии социалистов, я уверен, что они поддержат этот проект, я тоже поддерживаю в качестве президента, если там обязательно будут вот эти четыре условия. О чем? Что мы имеем в виду? Первое. Мы категорически против снижения порога для политических партий. 6% должно остаться. Потому что я думаю, что когда это было сделано, еще в 2014 году, мы помним, поднялись с 4 до 6, было принято решение. Сейчас менять правила, что давайте сделаем 2% для того, чтобы все маленькие партии прошли, я думаю, что этого стоит не делать. Не стоит делать. То есть первый порог, второй принципиальный, только один тур. То есть будущий депутат избирается в результате одного тура. Тот, который набрал больше всего, не обязательно большинство, он избирается депутатом. Эта практика есть в очень многих странах. Третий принципиальный момент. Это обязательно, чтобы были депутатские места для Приднестровья. Не просто места, которые запланированы, но остаются пустыми, пока не урегулируемы Приднестровской проблемы. А конкретно, сколько там мест будет, чтобы это было для Приднестровья, чтобы у нас были представители из Приднестровья в Молдавском парламенте. И четвертый принципиальный момент. Открытие дополнительных избирательных участков за рубежом. То есть дать возможность диаспоре нашим гражданам, кто работает за рубежом, более активно участвовать. В основном нас интересует, безусловно, Российская Федерация, где у нас несколько сот тысяч граждан, и для них открывали несколько избирательных участков на всех выборах в течение последних лет. То есть вот эти четыре принципиальных момента. Если эти четыре принципиальных момента остаются в проекте закона, тогда мы голосуем во втором чтении. Если хоть один из этих четырех моментов коллеги в парламенте от других партий не согласятся принять, тогда мы за этот проект голосовать не будем. Я думаю, что вероятность большая, что все-таки мы сможем эти четыре момента, четыре принципиальных вещей в законопроекте отстоять. Мы добиваемся также, что была конкретная квота депутатов для ГГУЗИ. Я думаю, что это было бы правильно. Для других национальных меньшинств, например, для Таракли. Это тоже будем обсуждать и будем настаивать. Я думаю, что в ближайшие несколько недель до окончания сессии есть большая вероятность, что этот законопроект будет проголосован и вступит в силу. Спасибо. Игорь Николаевич, буквально сейчас выскочил такой вопрос. Как Вы прокомментируете то, что наши граждане заметили в одном из европейских городов сразу несколько лидеров самых разных политических формирований, лидера ДПМ и других от оппозиции? Знаете, очень интересная ситуация. Очень многие и оппозиции, и от власти сейчас поехали в Брюссель для того, чтобы убеждать. Одни убеждают, что не надо принимать проект, другие убеждают, что надо принимать. Мы взяли позицию, Вы видите, мы не летим никуда, у нас есть своя четкая позиция. Мы не поддаемся давлению ни изнутри страны, ни из Брюсселя, ни из Соединенных Штатов и так далее. У нас есть четкое обещание, которое мы дали нашим избирателям. Мы знаем, что люди этого хотят, и мы этого и будем делать, вне зависимости от того, что говорит Венецианская комиссия или Брюссель. Для нынешней власти, конечно, очень важно финансирование со стороны Брюсселя. Для некоторых непарламентских партий, они считают, что при нынешней партийной системе, они получат больше мандатов, в частности, Майя-Санту. Другие не проходят парламент, ни Настаса, ни другие не проходят, поэтому для них важнее смешная система. Но я думаю, что пусть они друг друга убеждают в Брюсселе, мы будем делать то, что хочет народ, не то, что хотят комиссары, европейские эксперты Венецианской комиссии. Вопрос кишиневца. У нас большинство вопросов подписаны, анонимов мало. Игорь Александрович Газебар, кишиневец. Три вопроса, на один из них вы уже ответили. То есть, почему для вас важна смешанная система? Второй вопрос. Когда вы планируете проводить референдум по вопросам, связанным с президентской республикой, историей Молдовы и распуском парламента? Вот такой второй вопрос. И третий. Когда вы пригласите президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с официальным визитом в Молдову? Вот такой вопрос. Давайте еще последние точки по избирательной системе. Для президента страны в парламентской республике, такая как Молдова, очень важно иметь серьезную и солидную поддержку в парламенте. Да, есть пропрезидентская партия, партия социалистов, но в этой партии нет пока большинства. Для того, чтобы мы решили те проблемы, которые ставили перед собой задачу, и решили те вопросы, которые мы обещали нашим избирателям, конечно, нам нужно парламентское большинство. Нужна партия, которая и будет иметь парламентское большинство. Эта партия, безусловно, партия социалистов. Партия социалистов может получить большинство парламентское, и при нынешней системе, хотя есть риски, но я думаю, что при смешанной системе избирательные шансы намного больше. То есть плюс смешанной избирательной системы в том, что этого хотят и граждане, но и политически для партии социалистов более выгодно. Я объясню почему. Все рейтинги показывают, что у партии социалистов 51-52 мандата по нынешней избирательной системе. Но я хорошо помню избирательные кампании последних лет. Я помню, как появлялись клоны и спойлеры перед выборами. Я помню, как снимали с выборов партии разные, которые имели шансы пройти в парламент. Поэтому при сохранении нынешней системы есть очень большая вероятность, что опять будет создан проевропейский альянс в следующем парламенте. Это будет Плохотнюк и Майя Санды. Все это понимают. При смешанной системе шансов, что социалисты возьмут власть в Республике Молдова и будет добиваться выполнения своих программных задач намного больше. Вот это дополнение к первому вопросу. То, что касается приглашения Владимира Владимировича, безусловно, мы это обсуждали. В России сейчас, скорее всего, в ближайшее время стартует избирательная кампания. Я думаю, что это реально, если говорить о реальных сроках, я думаю, что это реально после выборов президента, которые состоятся в марте следующего года в Российской Федерации. Я уверен, что президент Российской Федерации в течение моего мандата, до окончания моего мандата, наверняка будет с официальным визитом в Республике Молдов. И второй вопрос... Планируете проводить референдум по вопросам связи с президентской республикой, с историей Молдовы? Вы знаете, 24 сентября у нас запланирован консультативный референдум. Я уверен, что граждане поддержат меня в тех четырех вопросах, которые я поставил на голосование. Это история Молдовы, это рост с парламента, это аннулирование закона о миллиарде и сокращение количества депутатов. Но если говорить про президентскую республику, потому что на этом референдуме эти вопросы не решаются. Президентскую республику, президентскую форму правления мы сможем внедрить в Республике Молдова после парламентских выборов. Я надеюсь, что это произойдет одновременно с политическим урегулированием преднестровского конфликта, я даже не хочу конфликта, преднестровской проблемы. В рамках новой конституции, кстати, мы создали общественную палату, наверное, об этом мы сегодня поговорим, мы взяли одновременно из лучших юристов специалистов по Конституции, бывшего председателя Конституционного Суда Пулбери, которые уже мы договорились, будем начать работу над новой конституцией, с учетом реинтеграции страны. Я надеюсь, что в следующий год у нас определенный проект для начала обсуждения будет. Домнуре преседине, дупо как с'а менционат антериор, у меня очень много вопросов по сайтам. НОСТРО.ТВ.МД. СПРЭЭЭСМПЛУ, ДОМНУЛ САВА ДИН ЧИШИНАУ, ПОПРЭЭСМПЛУ, САВА ЗАВА ДИН ЧИШИНА, Продолжение следует... ...că dacă ar fi fost vreo înțelegere, nu ar fi excluse din foarte multe atribuții ale președintei. Aceasta demonstrează că guvernarea Partidului Democrației se teme de președinte. De ce a fost excluse subordonarea SIS-ului? Este un instrument important. De ce a fost excluse din subordonare, se zice, protecției pazări de stat și alte instituții? Noi avem o luptă foarte dură cu această majoritate parlamentară, care la sigur se va finaliza cu victoria noastră. Vedem și toate sondajele demonstrează că nu au șanse să preia guvernarea după următoarele alegeri. De aceea noi vom face tot posibilul să obținem alegeri parlamentare începate, pentru că în urma acestor alegeri Partidul Socialistul să vină la guvernare. Anterior ați susținut că Maia Sandu și domnul Plahotniuc ar putea face o coaliție după alegeri. Nu vi se pare că este o tentativă de a distrage atenția dintr-această direcție și a vă compromite pe dumneavoastră? Eu consider că cei care au creat alianțele pentru integrarea europeană în parcursul ultimilor 9 ani sunt foarte îngăgjurați de posibilă preluarea majorității parlamentare de Partidul Socialistilor, care este un partid pro-Moldova, pro-statalist, pentru relații bune și cu Estul și cu Vestul. Și am văzut mai multe cazuri la diferite etape, când cei care se războiau între ei, la o anumită etapă, făceau front comun împotriva stângii. De aceea consider că și această critică între ei acum este o critică de poziționare temporară, care ar putea, la sigur, după următoarele elegeri parlamentare, să se finalizeze și să pună baza unui noi alianțe pentru integrarea europeană. Pentru Republica Moldova acest ar fi scenariu cel mai, cel mai pesimist. Pentru că de 9 ani în Republica Moldova, sau de 8 ani, avem o majoritate pro-europeană. Noi vedem la ce condiții și la sapă de lemn au ajuns marea majoritatea cetățenilor. Deci, nu trebuie să permitem acest lucru și cred că sistemul electoral mixt este o posibilitate foarte clară, un mecanism care nu va permite crearea unui astfel de eleanțe. Domnule președinte, o altă întrebare tot din partea domnului Esa va ține de soluționarea conflictului transnistrean. În campania electorală ați vorbit despre reîntregirea țării. Întrebarea dumnealui sună în modul următor. Citez. Nu credeți că sunteți prea moale în relațiile cu tiraspolul și dacă nu, de ce? Ce înseamnă prea moale? Nu știu, domnule, așa s-a expus eu de aia și am spus, citez. Haideți, eu o să spun și în limba de stadă, o să trec și la limba rusă să mă înțeleagă și colegii din stânganistului, partenerii. În primul rând, dacă dorești să obții un rezultat, este foarte important să negociezi, să discuți. Nu prin forță. Mai sunt cazuri în istoria modernă când s-a încercat prin forță să se rezolve o problemă și nu s-a rezolvat nimic. Eu consider că unica posibilitate de a reîntregi țara este dialogul. Încercarea de a bloca, încercarea de a impune careva condiții, parcursul la 25 de ani, nu a dat niciun rezultat cu regret. Devere. De ce sărb Miss printr în premaștru, pentru nu în ștere, când o esti despre mâna de podea. mals este video-reștii ar premaștri, deci dacă da este vreșintre. De ce sărb Miss printr, pentru că, mălând jumăteți, pentru că, în timpul meu aștie premaști, în spune că, jocuri Predești, suntemți pere grijau dintre Moldova. De ce sărbim proie acolo. общие мы должны сделать все возможное чтобы объединить страну вы знаете мою позицию я неоднократно выступал за необходимость федеративного устройства государственности дать статус субъекта и так далее кому-то не нравится название вопрос нет название вопрос содержание моя задача в качестве в качестве президента республики молдова в течение этого мандата сделать все возможное чтобы приблизиться политическому регулирование этой проблемы это основная стратегическая задача тактическая задача это решить текущие проблемы жителей левобережья и мы начали это делать мы вышли с предложением по регистрацию номеров автотранспорта из приднестровья и мы дали это предложение которое подходит и руководству приднестровья и я уверен подходит и для жителей граждан на приднестровья мы дали предложение по легализацию по признанию их дипломов в вузах. Мы дали конкретные предложения, как решить проблему связи, фиксированной и мобильной связи. Мы пришли с предложением по решению железнодорожного сообщения по Слабазии. И там другие еще вопросы, которые мы сделаем конкретные шаги. Конечно, кому-то не нравится решение этих проблем, я неоднократно об этом говорил. Но я остаюсь в применении. Есть руководитель, которого избрал народ, люди, жители Левобережья. Это Красносельский Вадим Николаевич. Вот на уровне руководителей мы должны эти вопросы обсуждать и решать. И ни в коем случае не поддаваться влиянию каких-то бизнес-групп, интересов, которые безусловно зарабатывали на этом конфликте в течение последних лет. Я сказал Вадим Николаевичу Красносельскому, еще раз подтверждаю. Я настроен на решение конкретных проблем. Меня не интересует бизнес-интересы никого, ни в Кишиневе, ни в Террасполе, ни в других местах и столицах. Меня интересует решение проблем людей на этом этапе и политическое урегулирование. Давайте сядем, это все обсудим. Вопрос о том, что или постановка вопроса, что только независимость, вот у них только независимость, оно неконструктивное, никуда не приведет. Потому что в Приднестровье, у них два варианта, либо объединяться с Молдовой, либо объединяться с Украиной. Потому что никто, независимость Приднестровья, мы это все понимаем, но не признает. Кто признает? Молдова признает, либо Украина никогда не признает. В этих условиях надо садиться с толку переговоров, находить общий язык и двигаться вперед. Я уже говорил о том, что пусть остаются все и их неполномочия, которые есть на данном этапе. Но нужна общая граница, нужна общая финансовая система, судебная система, общая банковская система. А дальше у них остается парламент, премьер, гимн, флаг и так далее. В чем проблема? И пройдут 2, 3, 4, 5 лет после этого, и поверьте, люди забудут о том, что это было разное. Все это обменится, все будет двигаться вместе. И я уверен, что большинство жителей Левобережья этого хотят. И мы должны двигаться в это направление. Спасибо, Игорь Николаевич. Тут вслед за вашим комментарием по поводу консультативного референдума. Нам прислали вопрос, какова его судьба, как сложится его судьба, если ведь, например, премьер-министр уже давал понять, что деньги на его проведение в правительстве нет. Есть законодательства, которые предусматривали, что они обязаны найти и выделить деньги. Я пока не видел, кроме политических деклараций, никакого решения. Не по поводу выдачи денег, либо невыдачи. Давайте посмотрим их неконкретные решения. После этого будем говорить следующий наш шаг. Но мы настроены, будем настаивать на проведение этого консультативного референду. Еще один вопрос телезрителя. Накануне стало известно, что НАТО и Евросоюз намерены повысить обороноспособность и устойчивость Молдовы к внешним вызовам. И уже разработали для этого план совместных действий. Что, по-вашему, стоит за всеми этими намерениями? И как вы, как президент страны, к этому относитесь? Во-первых, Молдова нейтральное государство. И нам ни в коем случае нельзя ввязываться в геополитические бойни. Либо, не дай бог, чтобы нас использовал кто-то как геополитическое пушечное мясо. Вот региональное пушечное мясо. Нам этого категорически не надо. Мы не должны позволить, чтобы нас использовали как пешек в региональной геополитической борьбе между Западом и Востоком. Вот это первое. Для того, чтобы этого не случилось, мы категорически не должны становиться частью каких-то военных блоков. Неважно, западных или восточных. Мы должны сохранить и укрепить. И международно обязательно получить признание международное этого нейтрального статуса. Это залог сохранения нашей государственности. Как только, не дай бог, мы идем в какой-то военный блок, Молдовы как государство не будет. Довольно короткий период времени. Поэтому все попытки открыть здесь офис НАТО, затащить нас под какие-то программы НАТО, это в ущерб национальным интересам Республики Молдова. Конечно, есть определенные планы. Я не говорю, что обязательно на уровне государства определенных. Но есть, я знаю, что есть такие планы поставить границу НАТО по Днестру. То есть, урегулированная Приднестровская в сторону. Пусть Приднестровье там будет, вы видели, уже, некоторые говорят, пусть независим будет. Почему это говорят? Потому что в этом случае есть шансы поставить границу НАТО по Днестру. И затащить эту территорию вместе с Румынией в другую сторону. Я думаю, что такие планы у кого-то есть. Я не исключаю, что они обсуждаются и с некоторыми представителями политических партий из Республики Молдова. Но моя позиция категорически против. Я буду блокировать всеми возможными способами внедрения вот таких недальновидных для существования Республики Молдова планов. Игорь Николаевич, вопрос от господина Министера, исполнительного директора Ассоциации Молдова по каналу. Уважаемый Игорь Николаевич, в Совете гражданского общества при президенте 13 профильных комиссий. Но нет комиссии по коммунальному хозяйству, считаю это большой ошибкой. Прошу рассмотреть предложение по созданию данной комиссии. Какие вопросы? Знаете, там нету и по энергетике, там нету и по инфраструктуре дорог, там нету очень много. Мы не можем объять необъятное. Все экономические проблемы, которые имеют экономический характер, включая эта проблема, это больше экономика. Эти вопросы обсуждаются в экономическом совете при президенте, который был создан впервые, кстати, за последние 10-15 лет, если не ошибаюсь, в феврале этого года. И который очень успешно работает, и мы провели уже несколько заседаний. Вот в этом экономическом совете мы можем создать отдельную рабочую группу по этим вопросам. Но общественная палата занимается другими вопросами, которые не попадают под экономику. Да, там есть 13 субкомиссий. Там, к сожалению, на момент создания мы не предусмотрели создание комиссии по ветеранам разных вооруженных сил, либо МВД, либо Министерства обороны и так далее. Там появится еще одна комиссия, их будет 14 или 15 комиссий. Я очень надеюсь, что до конца июня мы все-таки полный состав общественной палаты утвердим. Ну, сейчас передаем слово нашим телезрителям, которые направили в адрес президента страны ваш адрес видео-вопросы. Внимание на экран. Когда мы выйдем из нищеты, единственное, больше ничего не хочу. Товарищ президент, когда будет процент меньше услуги, мы же только на услуги работаем и на лекарства, а покушать ничего нет. Когда наступят у нас прекрасные хорошие дни, чтобы молодежь не уезжала, а оставалась здесь работать. Все, кто выдвигается на президента, обещают людям, а в конце концов, молодежь все каждый год уезжает и уезжает и уезжает и уезжает. Мы останемся скорым, только одни пенсионеры и школьники. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, что можно сделать для нашей страны, чтобы в этой Молдавии наступил мир и чтобы все партии могли объединиться на благо своей Родины? Ну вот такие вопросы. Ну, вопросы... Достаточно разношерстные, но весь... Круг очень большой. Ну, начну с последнего, наверное, вопроса. Что нужно сделать для того, чтобы объединить все партии? Ну, объединить все партии ни в одной стране никогда не получалось. Потому что мы, которые ратуем за государственность Республики Молдова, мы никогда не найдем общий язык с теми, которые открыто выступают за объединение с Румынией. Либо с теми, которые открыто выступают для того, чтобы Молдова стала членом НАТО. Поэтому нам нужно в первую очередь создать нормальное промолдавское большинство. Это касается вот большинства вопросов. Мы знаем, что нужно сделать. Мы знаем, что нужно сделать в экономике, в социалке. Мы об этом сегодня, если не будет время, поговорим более детально. Мы знаем, как создавать рабочие места. Даже не имея парламентское большинство, мы смогли возобновить стратегическое партнерство по некоторым направлениям с Российской Федерацией. Мы открыли российский рынок для молдавских товаров. Мы решили проблему мигрантов. Мы практически договорились по снижению цены на газ для Молдовы. Но вы видели дипломатический скандал, и пока это отошло чуть-чуть позже. То есть мы знаем, что сделать. Как это сделать? Для этого нужны рычаги. Да, есть должность президента Республики Молдова. И я еще раз хочу поблагодарить всех, которые меня поддержали, которые поддерживают. И сейчас, видно, по вопросам, они доверяют президенту Республики Молдова. Вы видите, как мы с ними боремся. Видели очень много законодательных инициатив, которые касаются неаннулированных закона о миллиарде. И сейчас мы вышли с инициативой по материнскому капиталу и так далее, и так далее. Для пенсионеров мы со всеми этими инициативами выходим. И мы знаем, откуда брать деньги для этого. Но пока есть парламентское большинство, которое блокирует президента. То есть что нам нужно сделать? Первый шаг мы должны добиться сформирования парламентского большинства, которое будет работать вместе с президентом. Президент, парламент, правительство работает в одном направлении. И тогда мы начнем менять шаг за шагом. Я уверен, что это получится довольно быстро. За год люди почувствуют. Максимум за год будет меняться качество жизни. Да, оно уже меняется. На основании тех результатов, которые у нас есть по внешней повестке дня в основном. Потому что по внутренней повестке дня нас блокирует. Нынешнее парламентское большинство. Я очень надеюсь, что граждане, которые нас поддержали, это поймут и поддержат нас на следующих выборах, которые состоятся буквально очень скоро, в 2018 году. У нас либо досрочные парламентские выборы, либо очередные. И на этих выборах мы победим, я в этом уверен. И начнем воплощать жизнь в вот эту программу. Мы очень хорошо знаем те проблемы, с которыми сталкивается молодежь. Мы понимаем, что уходят из страны каждый день более 100 человек. Сейчас последняя статистика 109 из Молдовы уезжают. Ежедневно. Ежедневно. Уезжает молодежь. И остается пенсионер. Мы очень хорошо понимаем, что если мы не будем создавать рабочие места, если не вернем нашу молодежь, если не будет заинтересованность здесь работать, ну некому будет платить пенсии буквально через 2-3-4 года. Но решение этих проблем, как-никак, находится в политической плоскости. Нужно менять эту власть. Первый шаг мы сделали прошлый год, когда избрали президента. Сейчас должны сделать второй шаг. Я уверен, что мы его сделаем вместе. Домнолея, президент, это самый сильный секретный вещества вещества, который будет, конечно, в эдукатии. Согрет, но это так же. Эта са доведита быть самая стригентная preocupация к нашим националам. И это, что я хочу, что я, что я, чтобы мне помогать и слушать. Игорь Додон, я следующий вопрос. Какие действия конкретно для наших молодежи в институте вещества с мандрой с историей Молдовии и с неамом их, и о целях не будут учитывать? Домнолея, президент, интересно, если в этот год будут учитывать больше места для бурса на факультете? Я, конечно, хочу спросить, президент, если это возможно для того, чтобы создать средства для развития материалов, материалов, книг, книг на тему истории Молдовии. Потому что я считаю, что, как раз, как иначе работают, что нужно больше, в рамках Молдовии. И, конечно, мы должны быть возможности, чтобы применять и диаспории сегодня. Мы сегодня имеем minorитеты молдовенещи по территории Украины, по территории России, по территории России, по территории России и по территории России, которые должны иметь доступ к ассимуне литературу. Только в стране, в частности, литература о историю настоящей Молдовии не будет идти, потому что это табу. Мне может быть интересная эта вопроса. Господин Президент Игорь Додон, у меня есть вопросы к вашему, когда будет иметь зарплату на литературу и профессору. Господин Президент, я в школе 5-я. Я хочу знать, если вам будет бесплатно. Стоя вопросов от молодежи, молодежи, от самых молодежи. Давайте привязываем в несколько группы, которые все очень важны. В primer lugar, это ближе иinci прозволы на литературу. И как мы ему motivаем традиции. чтобы не начать иметь от студии, даже даже и приступать не школу, а покинуть ниже, или 90 классы, не дадут бакавариаты и от отправки в Россия. И это первый блок вопросов. Другая блок вопросов это очень интересная. И то есть дело нашей детали, и на историю, и истории Молдовии. И на это вопрос. И опять же, как мы отвечаем, что они за стимулы области. не межлочит картины, что делать с школами, университетами и так далее. Что это за тинерой? Что нужно тинерой? Тинерой нужно, на различные этапы, какие-то важные вещи. Первая этапа, этапа и тинерой. Видим, как и у нас есть жопы с тинерой, в том числе, системы бакалавриата. У нас принято с предложением бакалавриата. Пропустируема, которая является именитой на ГУВЕРН, ГУВЕРНУ ПРАНИЧЕФИИ не получил. Ведем, что сегодня, если не учесть, что у нас была улыбанная проба с бакалавриат и, по регатности, у нас была такая система в начале. И я очень много надеюсь, что мы эту систему будем его модировать. Для тех, кто-то выделяется с учетом. Они будут бакалавриатом национальности. Они будут еще один специальный обезопас. И, в обществе, в обществе, мы будем в Украине, мы шлина, в целую проблема, которая идет из-за института техника и инвестировать инвестированные инвестирования инвестирования. ЯОАМА фуромендовала в прошлом году. У нас вышло дважды, огромный студенцей, Tech-и на 149 000, в году 2006-2007, до всего 75 000, именно ЭТИ в году. Практически буховишь у мужчин-это в году. Д erre. У нас на уехал баке, на стратеге, в последние 2-3-4 лет, и не смогут ри blать институты, опитом в инвестирования 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 инвестирования. но мы знаем, что они не существуют 40% или 45%. И все эти дети не умерли в следующий год, но они уехали. Они уехали в Кэмпу Димунка, без того, чтобы получить студии, и студии техники. Мы должны понять, как мы собираем институты, чтобы получить студии. Эта этапа в обучении. И здесь, в основном, я говорю, с большинства специалистов, которые будут в домене. Существуют очень глубоко, очень глубоко. Требе быть модифика, осенщал, код-у-едугации, который был опробат, когда министром был, у нас Анду, код-а-едугации, дефектуа за активность для Республика Мальдова. А двое этапа для тенери, это, конечно, это место для того, что человек, который работает в институте, и он делает студии на бюджет, например, в том, что, или специалисты, которые будут нужны в статусе, в том, что, что, социальных, медици, и так далее. И он должен был уверен что, после нее, после этого оформления он являетесь в гостиницу, в гости, Наоборот, 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 в гостини, в гостиницу, в гостини, в гостини, в гостини, и это очень важно. И это очень важно, потому что у нас были разные программы, когда я был министром экономии, когда он Степани, который мне задавал вопрос, мы поддерживаем тенери, которые проходили в зоне rural. И, в параллельном этапе, это осознание с локуинтой. Я пришел с более многими проектами, почему мы не строим о программе для статуса для тенери, локуинтой випотеке, например, по 30-35 лет, у них очень маленькая процедура. Мы можем, если нужно, промутыр экстремы, по 0,5-1%, мы можем сделать программы випотекаре по 1,5-2% для тенери, и это реальность, и мы можем позволить тенери, потому что, если тенери, будут иметь локуинтой випотеке в РФ, что вы будете строить. Это не было семьи, не было бы этого, а потом следите-мите, это был аргумент в плюс, потому что здесь все остается в рамках. Поэтому, этот программ complex для статуса для тенери, мы будем иметь как мы можем иметь, и мы будем иметь в виду, и мы будем иметь в принципе с этим применением в РФ. в Молдову. А вторая этапа, а вторая субъекта и вопроса, это статалитета Республики Молдова. Наверное, все знают, и те же спектакли, которые знают, что я я ищу ввершу, лоптатур и сусенатур для статалитета Республики Молдова. Я ищу для истории Молдовы и для лимба молдовенецкая. Я считаю, что мы должны изучить в школе, и для истории Молдовы. В прошлом последние годы, мы мы начали и осуществить туперрия на 10.000 карты из истории Молдовы, которые были выплаты зарплаты на территории Республики Молдова. В этот год, мы приготовим фильм документарь про историю Молдовы, который будет презентаться в луна ноембре. И мы сделаем это возможно, чтобы этот фильм, в премьер для Республики Молдова, чтобы быть выплаты и осуществлены в то, что в районе Республики Молдова, и персонал, мы будем делать презентацию этого фильма. Существует... для интаривания мандрии в фаре. В фаре, мы не можем работать дальше. Третье блок, в том числе, что это говорит о фетине, что сказал, что-то кратис, и так далее. Мы не можем адресать, в факт, в мая-мultе институты, включив в Депутатии Норча и на Курте Конституциональной. Мы считаем, что это функция и обязательство Статулу с осигурой, и эдукация дин конту статулы, керцели дин конту статулы. Но и не требуется экономизировать при купе нашей. Есть проекты на часть сенсов, но его миссия продолжает. Это на уровне парламента, это на уровне пешенцы, которые будут осуществлять gratis, но куплата, как мы были по накопу. Игорь Николаевич, вопрос, который был наректован нам по телефону буквально за несколько минут до нашей встречи. Как вы относитесь к озвученной партии социалистов на прошлой неделе идеи о проведении в один день с общереспубликанским референдумом и референдумом по отставке Дарина Киртака? И вообще, как скоро, по-вашему, в Кишине появится новый примар? Я перечитываю дословно. Я думаю, что нам нужно сделать все возможное, чтобы все происходило в один день, чтобы не тратить деньги. Потому что референдумы и по отставке, и консультативный референдум, безусловно, стоят определенные деньги из бюджета. Поэтому желательно, чтобы не просто референдум по отставке, я очень надеюсь, что мы сможем добиться этой осенью и уже досрочных выборов в Кишиневе хотя бы мэра. Есть хорошие шансы, потому что нынешний мэр Кишинева находится под следствием. Есть определенная процедура, которая будет предусмотрена законодательством, что после определенного периода, как он не может исполнять свои обязанности, он отстраняется от должности и проводится досрочные выборы в населенном пункте. Я очень надеюсь, что до конца того года, самое позднее начало следующего года, у нас пройдут новые выборы в Кишиневе. И пусть жители Кишинева выбирают наконец-то не клоуна, не человека, который не занимается ничем. А мы видим, что... Последние 10 лет это черная история для нашего Кишинева. Практически за эти 10 дней наш город просто убивали. И это касается всех служб. И коммунальных, это касается и строительных. Это все мы видим. И по дорогам, что они сделали. Полный беспредел. Поэтому я думаю, что в течение следующих полгода, максимум до марта-апреля следующего года, я думаю, что есть хорошие шансы провести выборы в Кишиневе и избрать новый мэр. Продолжим вопросы зрительской аудитории. Такой вопрос. Как разрешится судьба 100 миллионов евро, которые Европейский Союз планируют выделить в качестве помощи Молдове? Вы неоднократно призывали ЕС не поддерживать коррумпированную власть в Молдове. Думаете, прислушиваются? Так сказать, текст опять же. Не связываете ли вы последние антироссийские демарши власти именно с намерением получить эти деньги? Я думаю, что нынешнее правительство пытается всеми способами понравиться Брюсселью и Вашингтону. Это касается и дипломатического скандала, это касается и законопроекта по запрету российских программ новостных и ток-шоу. Это все цепочки одной звенья. К сожалению, последние 8 лет, я это говорил, и Брюссель, я это говорил всем, очень часто Запад поддерживала Молдову, исходя из геополитических соображений. Что это означало? Давала деньги не для помощи населения, не для реформ, а очень часто давала на поддержку правительства, потому что оно называло себя проевропейской и антироссийской. Я не исключаю, что с этими 100 миллионов, несмотря на то, что они сейчас критикуют, прессуют, демпартию, чтобы оно не голосовало за смешанную систему, я не исключаю, что в конечном итоге геополитика опять возьмет верх. Они дадут эти деньги просто для того, чтобы поддержать проевропейское правительство. Получен эти деньги, то есть население увидит что-то от этих денег или нет, это уже наша задача, чтобы мы в качестве президента, из администрации президента, спрашивали по каждой копейке. Я буду добиваться на осень детального отчета в парламенте, за 8 лет. Детально, куда ушла внешняя помощь Молдовы за период проевропейского правления. Европейцы хвастаются, что нам давали чуть ли не миллиард долларов. Посол Соединенных Штатов говорит о нескольких миллиардах долларов. Он публично сказал, что мы дали миллиарды, несколько миллиардов. А нас не любят, а любят русских. Я буду добиваться и требовать отчета в парламенте детального, что, слушайте, вот мы получили от таких стран вот такие деньги. Они ушли вот на такие цели. Давайте разберемся, куда эти деньги уходят. Потому что население, большинство граждан, большинство случаев их не чувствует и не видит. Качество жизни ухудшается. Люди уезжают из Молдовы. Мы становимся беднее. А деньги европейцы, американцы дают. А кому? Непонятно. Если дают тем, которые у власти, которые их воруют и отправляют свои офшоры, так давайте это скажем честно, открыто. Мы об этом знаем. Об этом знают. Европейцы знают. Но нужно все это раскрыть, и мы это раскроем. У этого вопроса есть продолжение. А что, если европейцы отрежут финансирование? Или Молдовы отрежут от финансирования? Знаете, я помню 2001, 2002, 2005, я стал замминистра экономики. Тогда тоже Запад не давали денег. Из-за того, что коммунисты были власть. Ну, вы помните. Я помню, был в команде правительственной. И ничего, мы справлялись. Знаете, если навести порядок внутри страны, если открыты рынки для наших товаров, привлечь инвесторов, то мы справимся своими силами. Я очень часто говорил, дайте нам удочку, рыбу мы сами поймаем. Дайте нам возможность производить и продавать. И у нас есть опыт, и мы знаем, как это сделать. Только в странах Евразес спрос и импорт каждый год тех товаров, которые мы можем производить, около 9 миллиардов долларов. Мы никогда столько производить не можем. То есть потенциал, куда продавать, есть очень большой. Нам нужно просто, что нам дали эту возможность. То, что касается кредитов, то я сторонник того, что кредиты нужны. Но кредиты нужны не для поддержания штанов. Кредиты нужны для инвестиций в экономику. А для инвестиций мы кредиты найдем. Я знаю, что открыто внедрить, инвестировать в большие инфраструктурные проекты Китай. Мы с ними вели переговоры. И раньше вели, и сейчас очень много желающих. Я общался с нашими коллегами из Турции. Вы знаете, у меня сложились хорошие отношения с президентом Эрдоганом. Мы общались по этим вопросам насчет инвестиций в энергетику, инфраструктурные проекты из руководства Российской Федерации. Поэтому я думаю, что то, что касается инвестиций, кредитных средств для инвестиций, мы найдем. А накормить страну мы сможем своими силами. Мы это делали не раз. Я думаю, что мы справимся и в этот раз тоже. Раз мы уже заговорили на тему экономики, у нас сейчас есть возможность вам показать видео, вопросы именно на тему экономики, которые подготовили мои коллеги. Журналисты, акцент. Тева, прошу режиссера, пожалуйста. Игорь Николаевич, Хотелось бы узнать, будут ли какие-то поправки по отношению пересмотра налоговой системы в пользу улучшения условий бизнесменов Молдовы. Времена сложные. Хотелось бы каких-то продвижений в этом плане. Домный Игорь, можно ли возродить промышленность в Молдове? Мог бы он помочь людям, молодежи остаться, чтобы могли воспитывать деток? И мог бы президент помочь в этом вопросе? Я сам делегат съезда, 26-го съезда КПСС. Сам коммунист был долгое время. Но эти коммунисты и те коммунисты, очень большая разница. Даже оборонник это был. У них ту политику ввел. Он разгромил все заводы. Трактор на заводе работал 24 года на тракторе. Они старли, мы разгромили его. Уничтожили заводы. Вообще предприятие здесь надо было так делать. Как вы думаете? Вопросы с болью, можно сказать. Ну, во-первых, то, что касается рабочих мест. Для того, чтобы создать рабочие места, вот я скажу, может быть, банальные вещи, но так, чтобы люди поняли. Рабочие места создаются на предприятии, которые что-то производят, и кто-то покупает то, что производит данные предприятия. Либо какие-то услуги предлагает. Наша основная задача добиться того, чтобы нашу продукцию кто-то покупал. Может купить то внутри рынка, ну, внутри страны. Внутри страны, к сожалению, мы открыли наш рынок, и у нас сейчас импорт идет. Всего, что мы можем производить, агропромышленных товаров, начиная от помидоров и заканчивая мясом и молоком, у нас очень много импортных товаров. То есть, первое, нужно защитить рынок, для того, чтобы создать условия для местных производителей, для наших экономических агентов, и они тогда будут создавать рабочие места. Но только наш рынок, он очень маленький. Мы обязательно должны куда-то экспортировать, потому что только на внутреннем рынке мы не продержимся. И теперь смотрим, есть Европейский Союз, есть Российская Федерация, есть Евразес. Нам открыли рынок Европейского Союза, но, к сожалению, большинство агропромышленных товаров там никто не покупает. Да, есть некоторые промышленные товары, которые там идут. Это электрокабель на некоторых предприятиях и так далее. Но основной агропромышленный комплекс, где у нас создавались десятки тысяч рабочих мест, работал на рынок СНГ и Евразес. То, что мы делаем последние месяцы, нам удалось открыть российский рынок, рост экспорта за первые четыре месяца более чем на 40%. Это уже было создано несколько тысяч рабочих мест. Знаете, я с удовольствием был на празднике клубники недавно в моем родном селе. В вашем родном селе, да? Встречался там, были производители из других сел. Они со слезами на глазах говорили, «Спасибо большое, что открыли российский рынок». В этом году на клубнику, черешню и так далее, вот все, что сейчас мы собираем, фуры просто берут прямо с огорода все. Российский рынок открыт, люди экспортируют, они получают деньги, они открывают рабочие места. То есть для того, чтобы девушка спросила, что сделать, чтобы маму вернуть домой, нужно здесь производство обеспечать. Производство – это внутренний рынок, то, чем вы занимаетесь, и обязательно восстановление российского рынка. Реально это или нет? Показатели первых месяцев показывают, что это реально. Мы это знаем как, и мы этого уже добиваемся, пока что не имея парламентское большинство. То, что касается более крупных заводов, говорили про тракторный, мы помним хорошо и топазы, и другие предприятия. Для того, чтобы эти предприятия заработали, это уже следующий уровень. Потому что торговать яблоками и вином очень важно. Но это сезонный продукт. Это очень большие риски. Если, не дай бог, у нас какие-то заморозки и так далее, мы остаемся без экспорта и без товаров. Нужно переходить и на другой уровень. Это промышленный уровень. Насчет промышленного кооперации. Вот буквально на следующей неделе, 30 июня, по моему приглашению, приедут около 10 крупных бизнесменов. Ну, каждый из них миллиардер в России. И именно по промышленной кооперации, которые впервые приезжают в Молдове, по моему приглашению, будут посещать предприятия, которые у нас остались, хоть какие-то мощности, для того, чтобы рассмотреть возможность инвестиций и открытия больших промышленных предприятий. Схема такова. Моя задача. Найти инвестора из России, к примеру, или из других стран. Убедить его прийти сюда. Покажем площадку. Тракторный завод, например, который пустует. Либо там работают в Бельцах. Там есть завод, который делал очень серьезный товар в советское время. Для подлодок Советского Союза работал. Там есть площади хорошие. Привлечь инвестора. Посмотреть, что можно сделать на этих площадях. Дальше поехать тоже в Россию. Посмотреть там 500 тысяч наших граждан. Им предложить. Ребята, есть возможность поработать в Молдове. Вот зарплата. Вот контракт на 2-3 года. И желающих привезти обратно. Вот такими способами можно часть населения вернуть обратно. Потому что просто так они не вернутся. Им нужно дать четко. Если он в России получает 500-600 тысяч долларов в месяц. Стабильно у него есть ясность на следующий год-полтора. Он не приедет в Молдову из-за того, что здесь появилась какая-то сезонная работа на месяц-полтора. Ему нужно дать четкие гарантии. Договор, что он приезжает и здесь у него хотя бы год-полтора будет возможность работать. Плюс он живет дома с семьей. А это можно дать только в случае, если будут стратегически большие инвесторы, которые берут конкретные предприятия, ее развивают, имеют рынок, куда сбыть эту продукцию. Это в основном российский рынок, либо можно европейский. И работать в этом направлении. Кстати, у меня есть уже около пяти потенциальных инвесторов, которые готовы работать по этой схеме. некоторые из них хотят в этом году уже запускать конкретные проекты. Будут работать с диаспорой. Я не случайно взял в президентуре впервые советника по диаспоре. Мы сейчас создаем сеть, у нас будет возможность знать в каждой диаспоре, в каждой стране, сколько у нас граждан, потенциальных, которые готовы приехать и здесь работать, если будут определенные условия. То вот, когда появится совесть, я скажу, вот страна, даем возможность, вот контактное лицо, вот в России, вот тебе в Италии, вот в Турции и так далее. Езжайте, договаривайтесь, предлагайте условия работы, и они приедут домой. Это будет и возможность жить рядом со своими родственниками здесь на родине и получать ту же зарплату, которую они получают сейчас, работая где-то на чужбине. Ну вот видите, вы как собиратель людей молдавских. Стараемся. Ну вот был вопрос, возможно ли пересмотр налоговой системы в пользу предпринимателей. Насчет налоговой системы. У меня есть уже пакет законодательных инициатив. Скорее всего, мы с ними выступим в сентябре. То, что касается помощи для малого и среднего бизнеса, и не только. Новые налоговые льготы, новое администрирование. Ну, концептуально я сторонник того, что нужно возвращаться к той системе, которую я внедрял в 2007 году. Я считаю, что нужно внедрять в Молдову на определенный период налог на прибыль ноль для всей прибыли, что остается на развитии предприятий. Тогда это будет выгодно экономическим агентам показать всю прибыль, не бегать где-то в темную. Это даст возможность реинвестировать прибыль для создания рабочих мест. Это даст серьезный импульс нашей экономике. Поэтому хотя бы на определенный период времени это нужно сделать. Кроме этого, нужно снять те барьеры, которые сейчас есть бюрократические. Ну, нужно признать, что нынешнее правительство пытается там что-то делать по контролям. Но я считаю, что это неэффективно. Нужно думать и работать дальше. Игорь Николаевич, вопрос от зрителя, который пришел посредством СМС на телефон редакции. Зрительница, точнее, Людмила Снегур надиктовала. Очень хотелось бы знать, когда в Молдове появятся банки, в которых пенсионеры смогут взять кредиты, пусть и очень ограничены. Есть ли у пенсионеров возможность кредитоваться в будущем? Знаете, к сожалению, сейчас, конечно, есть возможность кредитоваться, но там очень большие залоги и жесткие условия для всех. И по возрасту, я знаю. И не только для пенсионеров, но для всех. И вот эти возрастные риски и так далее. Я знаю, что в некоторых странах есть такие программы для того, чтобы помочь пенсионерам. Ну, будем рассматривать возможные внедрения и в Молдове. Можно внедрять и в банки, которые работают сейчас в Молдове. Но в целом мы должны прийти к тому, что есть в очень многих странах, что человек, который выходит на пенсию, вот он вышел на пенсию, знает, что у него пенсия обеспечена. У него на своем личном счете есть определенная сумма денег, которую он может использовать, как он хочет. Не только пенсия, текущая пенсия. Потому что мы с вами работаем, каждый месяц мы плотим из нашей зарплаты определенные деньги в пенсионный фонд. Вот эти деньги должны обязательно храниться на личном счету. И доступ к этому счету должен быть у человека, когда он выходит на пенсию, чтобы он знал, что у меня там, не знаю, 100, 200, 300 тысяч лет. Я накопил за этот период. Я могу эти деньги использовать, как я хочу. Может быть, я не буду жить после пенсии 20-30 лет, а только 5. Нужно дать возможность, в случае, если, кстати, у нас есть этот законопроект, скорее всего, мы в ближайшее время выйдем с этим законопроектом, для того, чтобы имели возможность второй человек семьи получать определенный период, часть этой накопительной пенсии. Потому что человек работал, он это все копил, то что он ушел из жизни в 62 или 63 годы, он не виноват. Он должен хотя бы наследники, кто-то получит возможность, вот, часть этих денег, чтобы использовать для текущих нужд. Вот в этом направлении мы работаем, будет законопроект, я думаю, что тоже осенью, который предусматривает ниграение этого механизма, который есть, кстати, в очень многих странах. Домае преседине, дакар фи са ревеним ла субъекте ле каре тин де домениул экономик. Аті пасу ши даме и дакар фи са фим синчер, не ете у секрет пенту нимен, ка дин 2009 в коаче, экономия націонала а трэкут пренту о пероаде де турбуленте, фапт каре а дус ла стагнареа астетия. Иата де че ун талеспектатур де-ал носту, домнол Ильян Поцан дин Чишинэу, ва интреаба урматоаре. Дакам аш ганди că домнолу Додон не а анунтат че алпуцин ка не реперзинт питоси цитатени, не доор електорату socialist, я, как цитатан, лаше утреба пи даму Додон че а факут дуна луи ваше ваше пероаде асо ари дегон са факе ваше пероада ашо, скурт урматоаря, астфал инкит цитатану са рэдобэндеаск астетия ваше ваше астта царя са поате дитраи децент. Поате са дешида у линяи диалог social са депренори, са синдикатили, астфал инкит за даст са мажорезе салариили. Поате аре ваше альтата стратегия пи каре о паоте ганди даме Продолжение следует... 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 Игорь Николаевич, мы с вами затронули тему пенсии, тема пенсионного обеспечения, тема, которая чрезвычайно важна для наших телезрителей. И это видно в видеовопросах вам, как президента страны. Внимание на экран. Когда добавить пенсию старикам, мне уже 90 лет, но я еще 100 тысяч рублей не получаю. Прошу, пожалуйста, добавьте. Домнеле президенте, у нас пенсия очень маленькая. Игорь Николаевич, у нас пенсия очень маленькая, и где нам взять на жизнь деньги? Вхожу продавать, а там, вот, выгоняют. Самое важное для меня, когда я живу на пенсию, я слышу, что я не желаю, что я не желаю, что я не желаю, потому что это важное, что я не желаю, что я не желаю. Уважаемый Игорь Николаевич, обращаюсь к вам с наболевшей просьбой. Я пенсионер старшего поколения, мне 77 лет. На пенсии я с 1994 года вышла. Пенсию мне назначили 82 лея, со стажем работы 40 лет. Но жить на эту пенсию было просто невыносимо, поэтому я вынуждена была работать. После пенсии проработала 22 года. Итого, сейчас у меня стаж, трудовой стаж мой, составляет 62 года. Пенсия в настоящее время, я получаю 1674 лея. Поэтому, обращаюсь к вам. Если это возможно, как от имени старшего нашего поколения, чтобы нам пересмотрели, вот старшему поколению пересмотрели, пересмотрели, вошли, вошла в реформу, пересмотрели пенсию. Ну вот такие вопросы, Игорь Николаевич, от пенсионеров, телезрителей. Разделим на два блока. Первый блок, то что касается пенсионного возраста, это был вопрос от женщины. И второй, то что касается увеличения пенсии. Пенсионного возраста, я выступал и выступаю категорически против увеличения пенсионного возраста в Республике Молдова. Вы знаете, что нынешнее правительство приняло это решение, чтобы поэтапно увеличивать пенсионный возраст в течение последних 7-8 лет, для того, чтобы довести до 65 лет. У нас, к сожалению, продолжительность жизни меньше. В сельской местности вообще очень низко. И люди не доживают до этого пенсионного возраста. Поэтому я категорически против и буду добиваться отмены этого закона. То, что касается увеличения пенсии. Мы вышли с законопроектом для того, чтобы увеличение пенсии было два раза в год. 1 апреля и 1 октября. Суммарно, чтобы было не менее 20%. И мы показали и источники, откуда можно брать эти деньги. Вот наша задача, чего мы будем добиваться. Если не поддержит это парламент, это парламентское большинство поддержит. Следующее, где у нас будет большинство, будет принятие этого закона. Первое, разобраться с возрастом, вернуть его обратно. И второе, то, что касается увеличения пенсии, индексации два раза в год. 1 апреля и 1 октября. Этот законопроект есть, и мы будем наставить, чтобы его принять. 2 апреля и 1 октября. 2 апреля и 1 октября. И это, где мы будем наставить. В этом году. А что вы помните, чтобы вы не пропустили сегодня? Дом президенте, когда вы решили решить проблемы, мы с умигархи, в футире из Молдова. Это вопрос. Мы не услышали, но наверняка тоже... Это проблема. Продолжение следует... ...să treacă într-o fracțiune în altă. În acest sens, eu am venit cu unele propunere. Eu, de exemplu, consider că trebuie de interzis trecerea dintr-o partidă în altul. Dar eu sunt ferm convins că dacă o parte de deputați vor fi aleși din partea raioanilor, ei vor fi responsabili în fața legătorilor de acolo și ei se vor teme să facă mișcări care nu corespund așteptărilor a legătorilor din raioanul respectiv. Deci, în opinia mea, toate că eu știu că sunt opinii diferite, în opinia mea, și modificarea sistemului electoral. De ce nu? Este o posibilitate foarte clară pentru ca să încercăm să excludem riscurile care este în sistemul politic de astăzi. Uitați-vă, din Partidul Comunistilor două-trei de fracțiuni au trecut în altă fracțiune. În Parlamentul actual, aproape 50 deputați, jumate, 40 ceva, dar aproape jumate din deputați și-au părăsit fracțiunile. Adică ei au intrat în Parlament pe listele unui partid, au promis aligătorilor în lucru și după aceea au mers în alte partide și au făcut cu totul altul majorități parlamentari. De aceea, eu consider că lupta cu oligarhie și scoaterea acestei probleme poate avea loc doar prin alegeri parlamentare. Alte soluții nu este. Eu știu că sunt voci fierbinte și spun haideți să luăm furcile, să mergem în Parlament, revoluție, lovituri de stat și așa mai departe. În al doilea șapte aprilie. Acesta este o greșeală. Noi vedem cu ce s-a soldatul astfel de scenariu în Ucraina. Eu sunt categoric împotriva destabilizării situației în Republica Moldova. Eu vreau să fie paci. Pentru că am spus-o mai înainte astăzi, eu, la fel ca și majoritatea părinților, am copii aici, acasă, în Cicinău. Eu nu vreau să fie martori a unor ciucniri violente la noi în țară. Și eu înțeleg că un astfel de scenariu va fi foarte greu de stopat mai târziu. Deci ei fac tot posibilul ca, pas cu pas, să obținem alegeri parlamentare în cipate. Și prin instrumente democratice, să scoatem de la guvernare această majoritate parlamentară, care, în opinie mea, a fost creată prin abuz. Evident că va fi riscuri foarte mari și în următorul parlament. Dar aici totul depinde de oamenii pe care noi îi vom delega, oamenii pe care îi vom susține. Eu sunt fiar convins că noi avem capacitatea să alegem membrii echipii care vor fi devotați, membrii echipii care vor fi susținuți de către alegători, pentru a forma o majoritate solidă, neoligarhică, m-ați spus, promoldovenească. Eu consider că oamenii de afaceri, businessul mare, trebuie să ocupe cu businessul. Policienii trebuie să ocupe cu politică. Policienii trebuie să facă reguli, pentru că oamenii de afaceri, business, lucrează mai bine, să plătească impozite mai multe, să avem unei plătii pensii și salarii. Dar când se amestecă totul împreună, businessul cu politică, avem ceea ce am obținut în ultimii șapte-opt ani, cu regret. Igru Nicolai, în свою очерie, își ajut văproși care ne-au prășit la наш internet portal a.tv.md. Apoi o lumițării regionul, în care o lumițării regioi, înșiune răună rău, înșiune răună, o lumițării, o lumițării, începem să mărăță o înșiuneță, în acelă o lumițării. Это означает, что и района, и премария останутся те, которые есть на данном этапе. А после парламентских выборов уже будет другое парламентское большинство, которое, я уверен, что вот эту реформу не поддержит. Я категорически против. Я против возвращения к уездам. То, что было у нас уже в конце 90-х, и мы видели, что это неэффективно. Я против ликвидации премарии. Я слышал, что есть горячие головы, которые говорят, что давайте объединим 4-5 премарий вместе. Ну, может быть, с Кишинева кому-то это кажется что-то просто. А простому жителю, нашему гражданину, с одного села, где он сейчас получает все сертификаты, обращается в премарию, ехать 30-40 км в другое или 10-20 км в другое село, где будет одна премария на 4-5 села, но это не годится. Поэтому я выступаю категорически против попыток проведения этой реформы сейчас. А после выбора парламентских, я думаю, что у них уже возможностей не будет, будет другое парламентское большинство. Еще один вопрос. Добрый день, Игорь Николаевич. Я гражданин Республики Молдова, работаю на территории Приднестровья, езжу на автомобиле с приднестровскими номерами. Правда ли, что Вы подписали закон, запрещающий на автомобиле с приднестровскими регистрационными номерами выезжать на территорию Украины в другие страны? Александр Шаров, город Кишинев. Я даже не слышал про такие... Ну вот, люди, видите, в данном случае вводят в заблуждение. Категорически мы не подписывали такие законы, и мы не поддерживаем такие законы. Более того, я сегодня уже говорил в начале передачи, что мы выступили с инициативой для признания легализации автотранспорта из Приднестровья, для того, чтобы они могли с определенными номерами ехать и на Украину, и в Европу, и так далее. И эту проблему нужно решать как можно быстрее. Потому что я еще раз повторяю, жители Приднестровья — это наши граждане, это наши братья, им нужно помочь. И я буду делать все возможное, чтобы им помочь. Конечно, есть оттуда попытки нас провоцировать. Но я говорил им, ребята, наверное, в руководстве Молдовы за последние 9 лет у вас впервые появился партнер и друг. Потому что большинство других — это не друзья. Все — это те, которые хотят либо заблокировать Приднестровье и так далее. Я не намерен создавать проблемы, я намерен их решать. Поэтому и по этим вопросам, и по другим нужно двигаться быстрее. У меня есть информация, что Украина может в ближайшее время запретить въезд на территорию Украины с приднестровскими номерами. И это плохо. Но для того, чтобы мы не попали в эту сложную ситуацию, давайте мы предложили механизм. Как признать приднестровские номера? И тогда они будут считаться не приднестровскими, а молдавскими номерами. И тогда их признают не только на уровне здесь у нас левый и правый берег, а на уровне всего мира. Мы этот механизм предложили. Предложили еще 26-27 мая. Прошло практически месяц. Никакого ответа. Ни ответа, ни привет. Так давайте сделаем это. Давайте дадим возможность жителям левого берега, чтобы они зарегистрировали свой автотранспорт и могли без проблем ехать куда угодно. И там дополнительных затрат нет. Там остаются те же затраты, которые они уже платили. Там просто меняется процедура регистрации, которой мы предложили очень облегченный вариант. Игорь Николаевич, мы, конечно, отмечаем, что и на левом, и на правом берегу Днестра выросло уже не одно поколение, которое считает, что мы сосуществуем на разных территориях. Но тем не менее, то, как интересуются наши с вами сограждане приднестровским вопросом, ситуации по урегулированию этой темы, по объединению страны, видно в тех видеовопросах, которые мы тоже получили. И сейчас все внимание на экран. Игорь Николаевич, здравствуйте. У меня такой вопрос. Будет ли объединение Приднестровья с Республикой, с Молдовой? Игорь Николаевич, здравствуйте. Мы спросим к дому, президенту Дудон, как мы будем уничтожить больше страны с Республикой Молдовой, с Басарапией. Я уверен, что большинство жителей левого и правого берега хотят, чтобы эту проблему решить. Да, я слышу политические лозунги. Я слышу мнение некоторых политиков, руководства Приднестровья, которые говорят только о независимости. Но я думаю, что они тоже реалисты и понимают, что это не получится. Не получится, потому что второго Калининграда не будет. А большинство граждан, вот у меня очень много знакомых, ко мне приезжают и бизнесмены оттуда некоторые, и у меня тут даже родственники на левом берегу. Они говорят, Игорь Николаевич, жители, граждане Приднестровского региона, они хотят, чтобы мы побыстрее нашли общий язык. И у нас же проблем больших нет. У нас же, вот смотрите, Шериф выиграл Кубок Молдовы по футболу. У нас общий чемпионат. У нас без проблем дети едут в школу с одного берега на другой и наоборот. Я сегодня вручил медали работникам медицинских учреждений из Приднестровья. Одному из Рыбницы, другому из Миндер. Я поддержал, вы знаете, Sunstroke Project, где приднестровцы взяли третье место на Евровидении. Сейчас я поддерживаю другой коллектив из Приднестровья, которые поедут на «Голос». Будет какой-то тоже конкурс в Сочи. То есть у нас проблем между нашими жителями, у нас нет. Мы одно целое. У нас проблем на уровне политики. Вот на уровне политики кому-то очень выгодно сделать из этого большую какую-то интригу, игру и так далее. Я остаюсь верен своей позиции. Давайте дадим особый статус. Давайте дадим статус субъекта федерации. И объединим страну. Это можно сделать. По срокам, первый мужчина задал вопрос, как, когда это возможно. Я очень надеюсь, что реальный срок объединения страны это 2019-2020 год. Я объясню почему. В 2018 году у нас выборы. До парламентских выборов в Молдове эту проблему не решить. Есть парламентское большинство, которое вы видите, блокируют и так далее. Которые за НАТО, за унили с Румынией. А как раз эти вопросы были основой появления пренестровской проблемы 25 лет назад. Из-за этого все возникло. Из-за того, что в Кишневе звучали лозунги «Чемодан вокзала России» и объединение с Румынией. Из-за этого все началось. Вот пока мы эти элементы не искореним из молдавской власти. Да, они могут быть в меньшинстве где-то в парламенте. Но ни в коем случае они не должны быть во власти, во всех институтах власти. Ни в правительстве, ни в парламенте, ни в президентуре. Вот когда мы эту проблему решим, мы тогда создаем нормальную основу для того, чтобы мы подошли к политическому регулированию. В 2018 мы закончим выборы, здесь у нас. Создадим вот такое парламентское большинство, такое правительство. В институте президента у нас уже четкая ясная позиция, видение. И 2019-2020, я думаю, что это реальные сроки, где мы можем приблизиться к обсуждению политического статуса Приднестровского региона в составе «Единая Молдова». Это единая позиция всех. Это единая позиция в формате 5 плюс 2 наших международных наблюдателей. Российская Федерация всегда признавала, что по-другому как. Конечно, сейчас вы видите определенные критики, очень много разговоров, вот единый контрольный пункт Первомайск-Кучурган. Нас критикуют за это. Но я Красносельскому не раз говорил, говорю, Вадим Николаевич, ну если общая страна, это общая граница. Я против того, чтобы появились какие-то механизмы блокирования. Я категорически против. Давайте мы создадим условия, чтобы бизнес, экономические агенты, физические лица, бюджет Приднестровья не потерял. Но общая граница в любом случае будет, потому что это общее государство. Российская Федерация говорит, что у Молдова общее государство. Никогда не говорил, что Приднестровье отдельное государство. Если общее государство, то общая граница. Это общие вещи для общего государства. То, что мы можем оставить Приднестровье, я уже сегодня говорил. Вот есть парламент, остается парламент. Есть правительство, есть президент. Есть флаг, есть гимн. Есть свой бюджет. Но налоги должны быть те же и там, и здесь. Местные налоги, они могут свои. И много вот таких вещей, которые можно только вот сесть за стол переговоров. Дать представительство парламенте Молдови. Дать представительство правительстве, общее правительство. А дальше есть свои. Там институты и работайте дальше. Никто ущемлять не будет. А другого выхода нет. Потому что работать так, как они работали последние 20-25 лет. Но время прошло. И еще раз. Я категорически против блокирования. Блокировки со стороны Украины, либо со стороны официального Кишинева. Категорически против. Я буду добиваться диалога. Потому что в диалоге можно решать эти проблемы. И я очень надеюсь, повторюсь, после 2018 года парламентские выборы у нас, президентские выборы в Российской Федерации. Я думаю, что 2019-2020 годы это годы, когда мы эту проблему можем решить. Принять новую конституцию на основании референдума на общегосударственном уровне. То есть и в Приднестровье в общей конституции четко расписать статус Приднестровья. Еще раз уточнить статус Гагаузи. Сказать, что государство единое. Дать определенные гарантии, как есть у Гагаузи, к примеру, сейчас. В законе о Гагаузи написано четко, что если Молдова теряет свою государственность, они имеют права на самоопределение. Нужно то же самое дать и Приднестровье. Что если вдруг в Молдове появится кто-то, кто захочет объединения с Румынией, тогда в Гагаузи сейчас есть право создать свое государство. Решить. И решить сами, будучи из своего региона. И это будут системы сдержек и противовесов, чтобы в Молдове, не дай бог, кто-то не задумывал о объединении и ликвидации молдавской государственности. Поэтому шансы есть и мы будем работать в этом направлении. Ну раз вы затронули тему Гагаузи, у нас есть и видео вопрос на эту тему. Вопрос из Камрата. Давайте. Внимание на экран. Хотелось бы уточнить, что господин президент намерен сделать для того, чтобы закон об особом правовом статусе Гагаузи соблюдался. Не уточняется, в чем он нарушается, но тем не менее... Я объясню. Есть три законопроекта, которые были разработаны очень солидной парламентской комиссией вместе с представителями Народного собрания Гагаузи, вместе с международными экспертами. Весь последний год все вместе работали над разработкой этих трех законов. Эти три закона сейчас находятся в повестке дня парламента. Была попытка их заблокировать со стороны юридической парламентской комиссии. Я вмешался на прошлой неделе, на этой неделе. Я думаю, что есть реальные шансы до конца июня, чтобы эти законы были приняты. Я буду настаивать. Я знаю позицию и наших зарубежных партнеров, я знаю позицию ОБСЕ, Европейского союза, Соединенных Штатов для того, чтобы принять эти три закона. Примем эти три закона. Вот та проблема, о которой говорит девушка из Гагаузи, она решится. Есть еще вопросы по интернету. Добрый день, господин президент. Ваше мнение о снятии российских программ? Я категорически против. Я считаю, что нельзя навязывать телезрителю, что можно и что нельзя смотреть. Нужно дать возможность выбора. Если он хочет смотреть Россию-24, либо РТР, пусть смотрит. Если он хочет смотреть CNN, либо какой-то канал из Румынии, пусть смотрит. Но запрещать, я думаю, что это недальновидно. Тем более, современный век технологий, тем более при таком высоком уровне проникновения интернета в Молдове, это все просто перейдет к тому, что люди поставят себе тарелки, либо интернет-телевидение и будут смотреть оригинал тех же российских каналов. И те, кто думает, что таким способом они снизят доверие к Российской Федерации, но это недальновидно и ничего это не решит. Это создает столько проблемы. Мои коллеги тоже есть вопрос на Молдовском языке, пожалуйста. Дом, господин президент, дам еще немного альтура и диалога. Виатая унии демнингтарь это всегда мир для сотрудников. Как вы решите, вы получаете свою transparenту в отношении детей? Одна не ле ле плачет. в моих активах. Вы знаете, наверное, я уверен, что телеспектатори, члены Республики Молдовы. Я очень активно в социализации. Практически, в частности, я проведу коллеги из факультета, которые были в Университете Аграрное в 1997. 20 лет спустя. Я проведу коллеги и я пытаюсь рассказать что делать? Игорь, мы все знаем. Мы не смотрим на Facebook и на Адна Класник. Аккуратно, каждый день, 4-5 временем, по которым... Эта была очень интересная. Сегодня мы получили 18 шеденции с четыре амбасадори, и многие другие активности. Я считаю, что члены Республики Молдовы, даже если эта активность является критикой, то есть, что нужно быть общественным. Не все мембрии моей семьи не согласны с этим. И я не знаю, но я не знаю. Но я считаю, что члены Республики Молдовы должны знать что они делают, что они делают. Они устроили в Турции и они уходят в Турцию, и они уходят в Турцию. И это был случай. Но это интересно, что, в начале, что они сказали, что это не нравится, а не нравится. И они говорят, что они любят. И все, это всё, это продолжается очень общая связь. Это очень важно, что у них все подсчет, которые, они намерены общей ссой, и которые они имеют. Вместе с ними при этом очень saúde. Мы решаем и на английском решение. Мы рассчитываем практически все уходу. Есть еще ряд видео вопросов, я хочу обратить ваше внимание на то, как интересуется внешней политикой наши телезрители, и это все озвучено в их видео вопросам к вам. Пожалуйста. Продолжение следует... Господин Додон, вот, то что вы там налаживаете торговые связи с Россией, это хорошо. Ну а вот как вы планируете увеличить количество рабочих мест в Молдове? За счет чего? Сельское хозяйство или может какие-то предприятия открыть совместные с европейцами или с россиянами? Хотелось бы спросить, как он считает, удастся ли нам все-таки больше сохранять единство с Россией, чем с Европой? Все-таки большинство, я считаю, все в Молдавии против Евросоюза за объединение с Россией. Давайте возьмем по порядку. Дальше, потому что, в конце концов, это была удача, где-то фортуна, что я еще не могу. На Кочелио ничего не успею не успею, я надеюсь, что я успею в метеору. Я надеюсь, что я надеюсь, что я успею на Мунте Лиатус, так как это было несколько лет, и я надеюсь, что я надеюсь, что я очень много успею на Мунте Лиатус. Во-первых, нам нужно сделать все возможное, чтобы возобновить стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Потому что последние 8 лет мы видели, что был перекос в сторону проевропейской и очень часто антироссийской. Вот того, чего мы добиваемся и нам удается за эти 6 месяцев, мы возобновляем хорошие отношения, партнерство с Россией. Вы видите, за этот короткий промежуток у меня было несколько встреч уже с руководством России и мы уже решили конкретные вопросы. В будущем, конечно, нам нужно возобновить по всем отраслям партнерство с Россией, но при этом не надо портить отношения с Европой. У нас есть безвизовый режим с Европейским Союзом, его нужно сохранить. Да, есть определенные проблемы по соглашению об ассоциации, в том, что касается экономической части, политической. Все это нужно, безусловно, в следующем парламенте поставить на голосование и решить проблему. Но я за то, чтобы у нас были хорошие отношения с Западом и с Востоком. Но стратегическое партнерство с Российской Федерацией, потому что без России мы не решим те проблемы, которые у нас в повестке дня, и экономические, и социальные, и укрепление государственности Республики Мадон. Игорь Николаевич, наши зрители интересуются и тем, как вы видите, например, укрепление взаимоотношений не только с теми странами на едином континенте, в котором мы находимся, но, например, со странами Латинской Америки. Нас, к счастью, смотрят в Бразилии посредством интернета. И вот журналист, извините, телезрительница Влада Телепан Кориа, фамилию, если я правильно выговорил. Уважаемый президент, с 1993 года были установлены дипломатические отношения между Молдовой и Бразилией. В 2010 году вступило в силу взаимное соглашение об отказе виз для дипломатических официальных паспортов. Хотела бы узнать, существует ли проект подписания соглашения между странами о безвизовом режиме, а также планируется ли открытие посольства или консульства Молдовы в Латинской Америке. Я гражданка Молдовы, жил в Бразилии 16 лет, и приходится решать эти вопросы, продление паспортов. Несколько месяцев назад я принял верительные грамоты посла Бразилии с резиденцией в Бухаресте или в Киеве для Республики Молдова. И мы общались. И на том этапе, о том, что было бы неплохо, может быть, не для одной страны, потому что там у нас много граждан нет, но вот для группы стран Латинской Америки открыть все-таки какое-то представительство. Мы рассматриваем такие вопросы. Я надеюсь, что на определенном этапе у нас будет возможности это сделать. Если говорить о консульстве, я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем открыть Санкт-Петербург. Но в таких экзотических местах тоже, наверное, нужно хотя бы одно консульство на несколько стран, для того чтобы граждане смогли обращаться по тем проблемам, с которыми они, наверное, не сталкиваются. Санкт-Петербург. 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 И все еще и другие пащи, которые, по-сигурно, не отражают особо внимание. Я знаю, что Игорь Николаевич приветствует, как бы, возрождение в нашей стране семьи. И поэтому, как бы, я ему, наверное, задала вопрос, что семьи нужно поддерживать и, как бы, дать достойное пособие матерям-одиночкам, нуждающимся семьям. А вопрос, когда это будет? Может быть, рассмотрят когда-нибудь наш парламент. Мы вышли с законодательной инициативой, президентской инициативой, по внедрению в Молдове материнского капитала. Я считаю, что мы должны поддерживать и мотивировать те семьи, которые все-таки в этих сложных условиях молдавских заводят детей. И не одного, и по два, три и так далее. Ну, вы пример, например. Я вышел с инициативой установления в Молдове материнского капитала. То есть, при рождении ребенка первого, второго, третьего и так далее, чтобы было увеличение пособия со стороны государства. Этот опыт есть в очень многих странах. И такая законодательная инициатива есть. И очень надеюсь, что мы сможем ее провести буквально на этой неделе. Но будет уже обсуждаться в парламентских комиссиях. Игорь Николаевич, вообще известный факт. Вы поддерживаете спортивные движения Республики Молдова. Вы президент шахматной федерации, самого интеллектуального вида спорта. И у нас есть и видео вопросы на эту тему. По шахматам? Не только по шахматам. Внимание на экран. Помнится, был хороший республиканский стадион. Помнится, были у нас базы. Помнится, был 50-метровый бассейн «Юность», где наше молодое поколение, даже тогда олимпийские чемпионы, там плавали. Которые за сборную СССР тогда выступали. Сейчас, к сожалению, всего этого нет. Конечно, в этом не президент виноват. Это виноваты все эти годы, которые были после 91-го или 89-го, по-моему. Но хотелось бы, чтобы, если было бы это возможно, чтобы эти спортивные базы привести в какой-то порядок. Вообще, как бы обидно немножко, что я разъезжаю часто с молодыми игроками по бывшим странам СССР, ныне СНГ, там Прибалтика, где-то еще, азиатские страны. Везде есть какие-то центры. Причем мультицентры какие-то, где есть и теннис, и плавание, и легкая атлетика, и так далее, и так далее, и так далее. У нас есть центры, но это все частные какие-то клубы, фитнес-клубы, которые берут деньги за клубную карту эту. А для того, чтобы пришли люди и позанимались в хороших условиях любым видом спорта, к сожалению, пока нет. Как человек, который работает с детьми, я прекрасно знаю изнутри все проблемы детского тенниса. Не хватает баз, не хватает финансирования турниров детей, потому что есть дети очень хорошие, финансирования нет. И, конечно, хотелось бы, что в нашей стране минимально бы хотя бы какое-то было бы внимание и на теннис тоже. Дорогой вид спорта, все это прекрасно знают, но дети, к сожалению, не получают ничего. Знают, что на сегодняшний день каким-то спортивным организациям помогают. Вопрос такой, почему не помогают теннису? Профильный вопрос, но, тем не менее, касается, наверное, всех видов спорта. Знаете, я сам президент, вы говорили, шахматной федерации. Кроме этого, почетные руководители попечительского совета федерации волейбола. Мы тоже постараемся им помочь, помогать. Я знаю, что очень большие проблемы. Финансирование со стороны государства, к сожалению, спорту выделяется очень-очень мало. Я знаю, как бегают все руководители федерации для того, чтобы найти спонсоров каких-то. Хотя бы обеспечить, чтобы наши молодежи, наши спортсмены участвовали в каких-то международных турнирах. Я знаю по шахматам, каждый год мы находим какие-то средства, и мы участвуем во всех международных турнирах. Что нужно сделать? Во-первых, нужно очень серьезно вернуться к вопросу финансирования федераций, профильной федерации, со стороны государства. Я выходил с этой инициативой до того, как был президентом, депутатом, чтобы дать возможность тем, которые финансируют, даже экономическим агентам, чтобы, если во многих странах, если они финансируют спорт, то это не входит в облагаемую его базу. Вот такие законодательные проекты, инициативы у нас есть, и нужно сделать все возможное, чтобы их принять. Но это мы сможем решить текущие проблемы для того, чтобы найти какие-то деньги на ту или другую федерацию. Нужно более комплексно, системно подходить к вопросу. А здесь без серьезных инвестиций, со стороны государства, со стороны международных структур не обойтись. Вот я общался в апреле с Лукашенко, с президентом Беларуси, и мы вот между Еврозестом и двухсторонними отношениями как-то нашли время, поговорили о спорте. Знаете, сколько серьезных спортивных комплексов было построено за этот период, за последние годы в Беларуси. Я собираюсь 13 июля официальным визитом и буду в Минске по приглашению президента Лукашенко. И он сказал, что я вам дам несколько проектов, я расскажу, как мы находили финансированные, не обязательно внутренние источники. Нужно предоставить землю, к примеру, и найти внешние источники для того, чтобы построить. Моя мечта добиться в течение этого периода, президентского срока, чтобы построить дворец спорта в нашей стране. Дворец спорта, где было бы все, и бассейн, у нас нет современного бассейна. Вот ребята занимаются, включая мой сын, старший Владислав, ему 15 лет в этом, в осень будет 15 лет, он занимается водным полом. Я знаю, что заниматься серьезно водным спортом сейчас в Молдове негде, больших бассейнов практически не осталось. Нужно построить большой дворец спорта, где были бы возможности теннис, и бассейн хороший, и хороший стадион. И средства под это можно найти у внешних наших партнеров. Вот я пообщаюсь с Лукашенко в июле на эту тему, возьму некоторые их проекты, и будем пытаться это все внедрять в нашей стране. Илья Николаевич, время поджимает, но вот лента в Фейсбуке прямо горит. Я на свой страх и риск вызвать шквал критики наших телезрителей выбрал два вопроса под занавес, если позвоните. Первый вопрос. Уже несколько человек пишут один и тот же вопрос. Как можно попасть на прием к президенту? И второй вопрос. Куда планируете, ну уже часть озвучили, но все-таки куда планируете поехать? То, что касается приема президента, мы проводим прием каждый месяц. Буквально вчера, в понедельник, у нас был день приема. Следующий день приема будет через месяц. Мы вчера около 30 человек приняли, 3,5 часа обсуждали с каждым все их проблемы. Большинство из них мы пытаемся решить, у нас получается. Поэтому раз в месяц можно обратиться в аппарат президента, в администрацию, и вас запишут для того, чтобы встретиться и пообщаться. То, что касается отдыха, конечно, мне бы очень хотелось в начале августа найти неделю. Хочу поехать на Святую Гору Афон. Я был в прошлом году, обещал для себя, взял на себя такое внутреннее обещание в каждый год попытаться найти время поехать. Я думаю, что в этом году, где-то 2, 4, 5 августа я буду на Афоне. Более того, меня пригласил для того, чтобы у нас была рабочая встреча президент Греции. Надеюсь, будет встреча с премьер-министром Греции. Поэтому я думаю, что вот этот период, начало августа, будет визит на Афон, посещение святых мест и монастырей на Афоне. И параллельно рабочие встречи, рабочая поездка в Грецию, где есть встреча с руководством Греции. Спасибо за ответ. Масса вопросов, которые остались без обсуждения, мы их передадим вам, господин президент, в электронном виде и вот в бумажном. У меня каждый день, кстати, вот за эти 6 месяцев около, уже почти что 2,5 тысяч писем. Кстати, такого не было в президентуре последние 10 лет, чтобы столько обращений было от граждан. Ну, это свидетельствует о том, что очень серьезно выросло доверие к президенту. Я хочу поблагодарить граждан Республики Молдова за то, что они верят, за то, что они все-таки не опускают руки. Знаете, я думаю, что мы все с вами понимаем, что конец вот этой черной полосы уже рядом. Я уверен, что вместе мы с ними справимся. Главное, не опускать руки. Я не опускаю руки. У меня каждый день борьба со всеми, которые вокруг, в правительстве, в парламенте. А если мы будем бороться вместе, то у них шансов никаких нет. А я уверен, что мы будем вместе. Вот вам в ответ, уже под занавес нашей программы, в завершении этой встречи, видео пожелания наших телезрителей, которые сказали, вы знаете, вопрос хотелось бы задать. Мы знаем, сколько огромных нерешенных вопросов. Но мне кажется, слова одобрения были бы не лишними. И вот я попрошу нашего режиссера показать эти обращения. Внимание на экран. Я бы только пожелала ему побольше полномочия, что он, по-моему, единственный в этой стране, кто еще думает о народе. Только могу пожелать ему успехов всяческих, чтобы ему поменьше мешали. Все наши олигархи, все наши воры в правительстве. Вот все, что могу сказать. Ну вот так вот. Спасибо большое. Ну вот, видите, тоже про полномочия говорят. Я уверен, я уверен, что свет в конце туннеля уже есть. И все мы его видим. А наши оппоненты понимают, что их век, ну даже не век, а несколько лет им было отведено для того, чтобы они улучшили качество жизни, и они с этим не справились. Они должны уйти в историю. Некоторые из них должны сесть в тюрьму. И я уверен, я уверен, что все у нас получится. Но для этого, уважаемые сограждане, мы должны обязательно быть вместе. Потому что президент один ничего не сделает. Если будет ваша поддержка, если мои оппоненты почувствуют, что народ Молдова поддерживает президента, тогда у всех этих олигархов и так далее шансов никаких нет. Если только будет ваша поддержка. Я могу быть сильным, и я буду сильным, только если вы меня будете поддерживать. А я обещаю, что я вас не подведу. Так, как не подводил никогда. Игорь Николаевич, огромное спасибо за эту встречу. Будем ждать вас всегда с радостью в наших студиях. И я понимаю, например, и разделяю то, что было сказано в пожеланиях. Разделяю то переживание за судьбу страны, за судьбу вас как главы государства. И вижу, что народ болеет этим. И это главное, значит, есть поддержка. И всего вам доброго. Спасибо. Спасибо большое. Володьми. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был президент Республики Молдова Игорь Дадон. Оставайтесь с нами, следите за нашими эфирами. Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова